Итак, это своеобразная реприза на тему срока годности русской литературы от Александра Невсорова. На днях Владимир Гетрович, председатель Украинского института национальной памяти, открыл горячий дискусс на тему совка и русского мира от культуры. В целом он достаточно невинно проехался по Цою и Высоцкому на тему их принадлежности к этим явлениям, чем вызвал бурю негодования в Украине и России. Бурление кован в Цукерберг-буке с криками «Не трогайте святое!». По этой причине я решил провести краткий экскурс по этому самому текстово-музыкальному материалу и нужно ли это святое не только в Украине, но и самой России. Высоцкий. Я не буду его рассматривать как актера театра и кино, поскольку на данный момент это не совсем касается моей тематики. Высоцкий как поэт – это автор целого вагона говна псевдотюремной лирики. Конечно, он не первооткрыватель, но он более чем значимая фигура в блатняке. Нужен ли этот самый блатняк и пророк его Высоцкий, когда в депрессивных городах ауекающая школота грабит магазины, нападает на людей и возвращается к исконным советским традициям уровня банд рабочих поселков? Я бы сказал, нахуй нужно. Может быть, его макьюментари военная тематика так хороша, но я бы сказал, может, вам просто слабо стихи фронтовиков почитать? Может быть, лирика у него любовная хороша? Ну, я лучше Вознесенского полистаю, извините. Высоцкий как музыкант и человек, поющий ртом. Ну, это вы вообще серьезно? Человек толком не умел играть на гитаре, даже не пытался научиться за всю свою жизнь. Петь не умел, он просто поставленным актерским голосом своим рычал, Ну, многим женщинам это нравилось. Почему, зарабатывая концертами, этот человек не захотел ничему учиться, но, видимо, у него были более важные дела в виде водки и морфина? Высоцкий как деятель советского протеста. Но это смешнее некуда. В стране, где реальных, несистемных, отправляли в психиатрические клиники или тюрьму, или увольняли с работы, травили, и Высоцкий катался по стране с концертами, снимался в кино, играл в театре, ездил за границей и вовсе не в страны Варшавского договора. Он был женат на гражданке Франции, он катался во Францию и в США. Для меня лично вывод достаточно простой. Высоцкий — это советский конъюнктурщик, отыгрывающий таким клапаном для сброса пара общественного. Человек в чем-то талантливый, но в целом, как кумир поколения, он был возможен только в замшелой периферии вселенной, где мог таким человеком стать вот человек, не умеющий ни петь, ни играть, затирающий какую-то дичь. Нужен ли этот советский трэш в Украине, в России в 2018 году? Вообще где бы то ни было. Но если ваш дедушка слушает Высоцкого, пусть себе слушает, ему никто не запрещает. Нужно ли с этим лезть к новому поколению с этой мумией советской культуры? Наверное, нет. Кино и Цой. Цой и кино. Давайте сразу поставим жирную точку на музыке. Точнее, ее отсутствие. Нет у группы кино-музыки. Ее нет и у большей части советского рока. Если вы примете этот факт, вам станет легче жить. Вы начнете слушать качественную музыку. Вы начнете слушать первоисточники. Группы Кьюр, Джо Дивижн, Боухаус, Митс, Систер Оф Мерси. Цой – это протест, скажете вы. Да ну, протест уровня выступлений в рок-клубе, созданном и курируемом КГБ с продюсером Айзеншписом, легальными стадионами. Как только КГБ понадобились системные протестующие прожекторы перестройки, так сразу и сцена для них нашлась. Их даже от копырей защищали. Почитайте мемуары Спирина «Тупой панк-рок для интеллектуалов». Там есть прекрасный случай о том, как представленный габист просто спас от избиения и поножовщины кучу дрыщей, рокеров и панков. Цо – это поэзия. Поэзия – вкусовщина. Нравится это поэтам или нет? Принимают они это или нет? Субъективизм тут гораздо больше, чем в музыке, потому что качество измеряется фаготией, а не некими строгими определениями. Невозможно это математически просчитать, как в музыке. Поэзия Цоя. Ну, поэзия Цоя, если взять в 2018 году, это нечто уровня поэзии Фейса, наверное. У одного – ммм, восьмиклассница, у другого – трахнул суку без гондона. В чем разница? Разница в поправке на время и на то, что может себе позволить мейнстримовый исполнитель. Сказать. Больше разницы нет. Если кому-то нравится слушать плохо записанные неудачные каверы на известные группы 70-х, 80-х со скверным вокалом человека, плюющего в ведро и пытающегося петь одновременно, пожалуйста. Это не нужно преподносить, как солнышко всея советского русского рока. Вышел срок годности. Вышел он. Извините. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова